Анастасия Новичкова Анастасия Новичкова Суни уже осуществилось, получается, заселение детей, первая смена началась. Расскажите, как стартовали? Стартовали здорово, весело, дети бодры, веселы, заряжаются в энергии. У нас уже было первое сценическое мероприятие с ними такое разогревочное. Дети как будто с цепи сорвались, но в хорошем смысле. Все очень, действительно, как сказали, заряжены. Готовы все 21 день, наверное, кричать, бегать, прыгать. Это классно. То есть максимально позитивно начали все в происхождении. Да, да, еще как. Это правда. Да, ну вот о программе мы поговорим попозже. Давайте обозначим, сколько лагерей будут работать в этом году в Тверской области. В Тверской области, наверное, цифра лагерей даже увеличивается, потому что я видела неоднократно презентации Министерства образования Тверской области и порадовалась за то, что увеличивается количество лагерей дневного пребывания, количество лагерей труда и отдыха. Но могу четко-четко сказать все, что знаю про город Тверь, который очень люблю, и система летнего загородного отдыха для меня, она просто родная-родная. В этом году мы сохраняем в городе Твери вообще все, полностью все формы загородного отдыха детей, всю сеть. У нас 8 муниципальных загородных лагерей, у нас палаточный лагерь родники сохранен. Он, правда, начинает работать в конце июня, когда температурный режим позволит ночевать в палатках. У нас выезжает на детскую загородную дачу отмеча детский сад номер 151, где в течение лета дети дошкольного возраста будут овладевать образовательной программой «Сказки леса», что-то вот как-то так интересно они назвали эту программу. У нас в 52 школах в июне месяце будут работать лагеря с дневным пребыванием, и во вторую и третью смену с профильными отрядами. В целом в дневных лагерях мы планируем, что у нас будет оздоравливаться 4880 ребят школьного возраста, ну а в загородных лагерях, которые для меня являются самой полноценной формой занятости и отдыха, порядка 6000 человек. Но если мы будем говорить только об отдыхе, то, конечно, мы не можем сказать, что лагерь труда и отдыха, который вошел в жизнь города Твери два года назад при поддержке администрации города и при почине лагеря при 47-й школе и ЗАО Калининской, когда ребята работали на животноводческой ферме, это был первый единственный лагерь, теперь у нас в каждой школе создан такой лагерь, и ребята в течение нескольких дней пытаются привыкнуть к новой профессии, к новому статусу, к новым денежным отношениям, которые к ним приходят в этот момент. В общем-то, это лагерь труда и отдыха, но и воспитательная программа лагеря, конечно, тоже в этот момент будет. Давайте поговорим про материально-техническую базу, то есть какая в наших лагерях, можете, например, своего лагеря рассказать, то есть как с этим обстоят дела? А вы что под материально-технической базой подразумеваете? Давайте уточним этот вопрос. Для нас это все, начиная от ворот, в которые входят дети, заканчивая последней ложкой, которая будет в столовой для того, чтобы принимать пищу. Мы теперь начну, а ребята поддержат или про свой лагерь расскажут? То есть материально-техническая база, во-первых, я скажу, что наши лагеря имеют свою историю 100-летней давности, то есть в прошлом году вот в этой студии как раз-таки говорили о лагере Дружба, который в прошлом сезоне отмечал свой 100-летний юбилей, хотя, конечно, база намного моложе, это просто был когда-то первый выезд детей хлопчатобумажного комбината, просто на реку для того, чтобы дети сотрудников немножечко оздоровились. И вот эта вот история, наверное, в государстве нашем стала развиваться, поэтому у нас есть лагеря. Так вот, например, конечно, она стареет, она ветшает, но ежегодно и при поддержке самих лагерей, безусловно, и при поддержке администрации города, и при поддержке очень сейчас серьезной поддержки администрации области региона, мы получаем субсидию на материально-техническую базу, на укрепление материально-технической базы. И вот в этом году, например, материальная база многих лагерей становится современней, становится шире и становится практикоприменительной очень-очень-очень. Вот если мы говорим про лагерь «Радуга», то ребята уже видели, что в этом году появилось на территории. Огроменные беседки. Огроменные беседки, то, что мы называем отрядными местами. То есть зачастую погода в лагере вносит свои коррективы, клуба одного недостаточно для того, чтобы проводить массовые мероприятия, хочется работать поотрядно. А отрядных мест не так много, поэтому во многих лагерях в «Радуге», в «Дружбе», в «Романтике» у нас появляются вот такие новые отрядные места. Каких-то лагерей когда-то не коснулось направления развития спортивной индустрии нашего лагеря, не появились спортивные универсальные площадки. Так вот в этом году, например, в лагере «Звездный», в лагере «Ромашка» эти спортивные универсальные площадки появляются. Немало важно, между прочим, для родителей и для детей это наличие очень удобного, хорошего, современного санитарного узла. Да, родители всегда спрашивают, а как там, а как, а где, если что, товарищи родители говорим, и не волнуйтесь. И теперь у нас появляются во многих лагерях поэтапно, да, большие современные модульные туалеты с душевыми, то есть санитарно-гигиенические условия стараемся также выдерживать. Ну и без ремонта кровель мы, конечно, тоже не обходимся, как только, так сразу. Поэтому материальную базу поддерживаем, сохраняем и развиваем. То есть все уже готово к заездам и максимально подготовлено к этому сезону. Абсолютно все готово. И, между прочим, первое, с чего начинают все работать в любых лагерях, это ребята, посмотрите вокруг. Это все подготовлено нашими руками, нашими. Вы должны другим ребятам, за вами еще три смены, сохранить и оставить в таком же первозданном виде, как только вы приняли свой лагерь, свою комнату, свою кровать, свою постель и так далее. Давайте поговорим, какие у нас вообще в Верхневоложье есть лагеря в плане разновидности. То есть они же разные. Вот палаточный лагерь. По типу загородный лагерь, палаточный лагерь, лагерь с дневным пребыванием, лагерь труда и отдыха. Как раз-таки, кстати, я хочу сказать, что именно эти четыре формы, именно они внесены в федеральный реестр организации отдыха. И вот если у тебя нет этого статуса, ты не лагерь. Ты не санкционированный лагерь. То есть об этом тоже, кстати, можно говорить. Видите, многие частные организации пытаются привлечь внимание родителей, вывешивают объявление, что добро пожаловать в наш лагерь. А вот проверки нужно проводить в законности этой деятельности. Да, конечно, это очень важно. Тем более, чтобы все соответствовало нормам. Давайте поговорим про динамику. Вот давайте на примере вашего лагеря расскажите, стало ли больше детей. Кого вообще динамика развития? То есть насколько популярен сейчас отдых в детском лагере? Давайте скажем вообще о том, что лагерь всегда был популярным в Твери и Тверской области. Однозначно мы это видим по своему лагерю. И у нас количество детей всегда плюс-минус одно и то же. Максимальная наполняемость, насколько мы можем вместить детей, мы всегда их вмещаем. И у нас очень такая большая популярность у детей, которые у нас уже были. Они возвращаются к нам, они привозят к нам своих друзей, своих одноклассников, рассказывают младшим братьям и сестрам, которые тоже будут стремиться потом попасть к нам. И это очень ценно. И вот хотелось бы, чтобы это так же продолжалось впоследствии. И сейчас мы по этому году тоже видим, что дети заполнили максимальное количество мест, которые у нас возможно, мы вместили. Да, вообще-то пугает, когда у нас только открывается прием заявок, и через несколько секунд там уже десятки заявок. Это как-то даже немного странно, но и приятно. Между прочим, что все вот так вот за день, наверное, даже за один заполняются все заявки, и уже слишком-то. Тревоги о том, что лагерь не наполнится, в лагере «Радуга» совершенно никогда не было. Это хорошо. Последние годы особенно. Да, на этой прекрасной ноте мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, мы вернемся после. Мы вернулись с рекламной паузы и обсуждали то, насколько популярны сейчас отдых в детских лагерях, что много заявок приходит. И расскажите, какие программы предусмотрены для детей? В этом году наш лагерь, как и все лагеря по Тверской области, первую смену проводят совместно с Движением первых. Для нас это второй год такого опыта. И в этом году наша первая смена, например, посвящена теме «Познавай Россию». Мы изучаем культуру, традиции Российской Федерации. Отряды у нас являются регионами. И это тоже очень хорошо встраивается в систему Движения первых. И такое сотрудничество для нас очень и полезно, и значимо. И для них тоже стараемся помогать друг другу. И программа встраивает в соответствии с вот таким сотрудничеством. Скажите, есть ли образовательные? Да. В течение дня на протяжении всей смены дети не только занимаются творчеством и спортивными мероприятиями, хорошо проводят время, но также есть и блок дополнительного образования, то есть дети посещают кружковую деятельность, есть мастерские, есть спортивные часы, есть игровая, есть библиотека, которая тоже наполняется постоянно детьми, и программа подразумевает, что они в нее обращаются. Давайте про распорядок. Каков распорядок дня, допустим, на примере вашего лагеря? То есть приезжает ребенок, то есть начало утра, с чего начинается? Ну, обычно они, у нас подъем в 8 утра, они встают сразу же, обязательно вот ряхивают свои постели, чтобы в песке потом не спать, потому что бывают дети, которые любят, видимо, в песочке поспать, как шиншиллы купаются в песке. Затем, когда все прибирается, в 9 утра мы идем на завтрак. Сейчас я думаю как бы покороче рассказать, чтобы здесь на полчаса не засесть. После завтрака вот как раз дополнительное образование, о котором уже Виктория Вячеславовна говорила. Обед, тихий час идет парадоксально 2 часа, почему бы нет, с 14 до 16. Ну и после этого уже полдник, у нас 5-разовое питание. После полдника, опять же, у нас не то, что дополнительное образование, бывают спортивные мероприятия, бывают сценические мероприятия, общая образовательная, отрядная работа. После этого ужин и уже вечером чаще всего сценические мероприятия, самые важные. Ну, а бывают, естественно, куда же без них дискотеки. Это они все любят, ну и мы, если честно, тоже. А потом отбой, отбой, 22.30, все, естественно, уже готовы спать. Пол 11, все же дома так ложатся. Да, и вот один из главных вопросов, который обычно волнует родителей, это питание. Вот расскажите поподробнее про питание. Пятая, да, это сонник, я не упомянул. Вот как раз 5-разовое, потому что сонник. Вот, 5-разовое питание, что входит? Вообще, мы очень гордимся, если честно, своей системой питания. У нас никогда нет таких отзывов от детей, что это невкусно и так далее. Питание стандартное, как нам рекомендует Санпин. Утром завтрак каша, чай, кофе, там кофейные напитки, сыр, масло, бутерброды. На обед всегда первое, суп, второе, компоты. Полник, компоты, соки и печенье, фрукты, мороженое, кстати, в такую жару очень нравится детям. И ужин, второе, и также чай, компот. А на пятый ужин, мы его называем сонником, дети получают сок и какую-то вкусную булочку, которую они очень рады съесть в конце дня тяжелого. Вот такое питание выстроено. То есть максимально сбалансированное, то есть есть все. И вот по, наверное, санитарным нормам, то есть это больше, наверное, вопрос к вам, как проходит процесс подготовки, то есть к открытию сезона, как проверки выстроены. Никогда не открылся бы ни один лагерь, если бы не прошли экспертизу Центра гигиены и эпидемиологии. Под экспертизой подразумевается все, начиная от санитарных обработок, акарицидной обработки, дезинфекция, диротизация, соответственно, диротизация это и есть от мышек. Затем, соответственно, никогда бы не принялись, если бы была плохая вода. То есть сначала идет и прочистка систем водоснабжения, скважины, систем канализации в том числе. Это обязательное обследование всего педагогического состава, всего вспомогательного персонала на разного рода инфекции. Соответственно, все прививки, которые требуются, согласно календарю прививочному, тоже должны быть. И все это очень четко Роспотребнадзором и Центром гигиены отслеживается. Соответственно, это санитарные условия, созданные в комнатах, в корпусах, в столовой, на пищеблоке. То есть экспертиза проходит очень серьезно. После проведения нужных работ мы получаем положительную экспертизу и положительное заключение Центра гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора. Это значит, что мы имеем право принимать детей на отдых. Ну и вторая история безопасности – это пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность. Соответственно, здесь также территория готовится, заборы все восстанавливаются, кнопки тревожные все проверяются, охрана, частное охранное предприятие, контракты заключаются. И, соответственно, первое, что делают ребята, когда приезжают, ну, после того, как они чемоданы разложат и адаптируются к лагерю, в первые дни обязательно проходят тренировки в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром. Одна история, с, к сожалению, сейчас это актуально, с проникновением незнакомого человека на территорию – это другая история. То есть во всех лагерях проходит и такое обучение. То есть со стороны администрации лагеря, со стороны управления образования, это, хотела бы сказать, родителям, сделано все возможное, чтобы создать безопасный отдых детей во всех смыслах. Питание, безопасность пребывания и так далее. А вот дальше дело за родителями. Зачастую родители создают условия для своих детей, чтобы их отдых стал небезопасным. В каком смысле? Родительские дни, которые так любят родители, они должны понять, они отправили ребенка в учреждение детское, не в деревню к бабушке, что они вот недельку не повидали своего чада, они едут к нему, как в деревню к бабушке, вот с продуктами, с завойсками. И начинают еще и спрашивать, ты скучаешь? И, наверное, ждут, наверное, они, да, мама, я скучаю. И мама будет плакать, ребенок будет плакать. То есть я всегда говорю, товарищ родители, вот безопасность ребенка теперь в ваших руках. Вы доверили нам? Доверяйте. Потому что как вы поговорили с ребенком, что вы привезли ему да попробовать, это зависит только вот эти фазы. Ну и что? А вы знаете, как бывает? Ой, есть нечего в лагере. Я помню, по старым временам, по утрам. А почему поесть нечего? Потому что там каша, какао. А у тебя готовят дома кашу? Не, у меня не готовят. А что, сосиски. А еще шаварму. А потом я еще хот-дог съем. То есть, понимаете, отправляя ребенка в лагерь, родитель должен готовить ребенка. Потому что там другая система, правильная система, а не такая, которая ему хочется. Поэтому вот вожатые как раз-таки работают с детьми, чтобы ребята привыкли к правильному, здоровому, также питанию, убеждениям, хорошим примерам. Глядишь, и все скучно. Ну и социализация там проходит, мне кажется, это идеальное место, чем лагеря для социализации. Представить нельзя. Да, согласна. Даже вот, конечно, говорят, что школа. Понятно, что в школе все-таки больше все учебы заняты. Там ты как бы общаешься на переменах где-то. Кто-то на уроках иногда общается. Но вот в лагере, мне кажется, когда ты 21 день проводишь бок о бок со своими сверстниками, тем более в отряде, это, мне кажется, идеально не придумать. Но в этой связи у меня всегда сразу невероятное уважение к людям, которые работают в лагере. Вот я работала и в школе, и кусочками работала в лагере. И не могу работать в лагере. Вот я могу на 5 дней приехать в лагерь. Что хочешь для лагеря сделаю. А вот так вот изо дня в день системно отработать для того, чтобы у ребят... Вот ты в класс пришел, у тебя первая четверть раскачались, познакомились, адаптировались, психолог с тобой поработал, выяснил социометрию класса, сделал, болевые точки нащупал. На тебе, товарищ классный руководитель, работай с детьми. И, глядишь, через 4 четверти к концу года появился, ах, какой классный коллектив. Лагерь, 21 день. Дети, как я смеюсь, набранные по объявлениям. То есть, да, по заявкам. Все максимально разные, конечно. Вот просто, даже вот это редкий случай, когда кто-то кого-то, если только повторяющийся, да, как мы говорим, в том году был, я опять приехал. То есть, понимаете, и как эти люди могут из этой разномастной, разношерстной, вот детской, вот, вот, оравы создать, создать, вот, с первых же дней, чтобы он не позвонил вечером, не сказал, мама, забери меня отсюда. Мне очень скучно. Вы понимаете, как бы, у меня мурашки по мне сразу начинают идти от уважения к людям, которые работают в лагере. Вот, правда, ребята, я всю жизнь это говорила и буду говорить. Завидовать, завидую молча. Вот, поэтому, конечно, они уникальные. Люди, которые работают, вот это, это каста, это целое, вот, это сословие лагерное, которое работает в наших учреждениях. И, конечно, за 21 день сделать лагерь жизнь так, чтобы потом вернуться, 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 вернуться и дорасти. Да, потому что обычно такие подобные звонки родителей очень волнуто. И, кстати, вот об этом давайте поподробнее поговорим про родительский день, то есть, как он проходит. И главный момент, что можно родителю, то есть, передавать ребенку, какие вещи, что нельзя. Это наша любимая тема. Вот, давайте поподробнее поговорим. Больше всего вопросов, конечно, от родителей про родительские дни, про то, что можно, что нельзя привозить ребенку. Вообще мы должны проговорить, что каждый лагерь самостоятельно устанавливает количество родительских дней за смену. В нашем лагере родительским днем является воскресенье. Посещения тоже ограничены по времени для того, чтобы не мешать детям отдыхать, есть, спать и так далее. И важный момент, что родители при посещении ребенка не могут пройти в корпуса и посмотреть на то, как их ребенок живет. Это не наше требование, это требование СанПина, которому мы должны следовать. Поэтому родитель, конечно же, должен расспросить подробно ребенка о том, как он живет, и попросить пофотографировать, если ему очень хочется. По поводу того, что можно приводить в лагерь ребенку. Мы разрешаем, и СанПин разрешает привозить то, что не мешает полноценному питанию. Например, вода. Вода. Точно не мешает. Вода, это могут быть какие-то перекусы, но полезные перекусы. Ни в коем случае это не может быть фастфуд, который, тем более, ехал вместе с родителем в жаркую погоду и портился по дороге. Это не может быть газированная сладкая вода. Это тоже противоречит правильному питанию. Также это не могут быть чипсы, сухарики. Все, что дети очень любят, но, к сожалению, в лагерь этого привозить нельзя. А сладости? По поводу сладостей. Да, у нас есть правило, что сладости мы не ограничиваем, кроме пирожных, которые содержат кремовую начинку. Тоже потому, что это скоро портящиеся продукты. Также нельзя привозить молочные продукты, тоже портятся. Ну и в очень жаркую погоду не советуем привозить шоколад, потому что дети, особенно маленькие, пачкаются. Сами этот шоколад, таявший, не едят, потому что считают, что он испортился. И это просто напрасно привезенный продукт. Соки в больших объемах тоже не рекомендуют привозить, потому что как только мы открываем его, потом ставят под кровать, через три дня про него вспоминают, пьют, там уже не сок. А там уже забродивший компотик, да. Также не рекомендуется привозить ягоды, которые тоже могут подавиться, и ребенок просто их не съест. Вообще золотое правило для того, чтобы покормить своего ребенка чем-то, чем не кормят в лагере, привезти столько, сколько он может съесть за один раз. Чтобы прямо при родителях, возможно, если это сезонные ягодки, клубнички со своего огорода, но это горсть, это не два килограмма, которым он будет делиться со всем отрядом потом. Вот такие правила. А вообще как проходит родительский день? То есть как он организован? Мы встречаем родителей у ворот, они счастливые приходят на свидание со своим ребенком. У нас работает дежурный отряд. Приглашаем их пройти на центральную полянку. Там у нас установлены лавочки для того, чтобы они там могли комфортно посидеть со своим ребенком, пообщаться. Как я уже сказала, мы не можем пропускать родителей в корпуса и на остальную территорию лагеря. И вот именно в этом месте происходит такое свидание с ребенком. Время тоже, часы ограничены. В нашем лагере родители могут посещать детей с 10 до часу и дальше с 5 до 7 вечера, только в воскресенье. Если вдруг родители не могут по каким-то причинам дозвониться до ребенка, у нас есть дежурный отряд, ребята, которым называют фамилию, имя, отряд, они бегут за детьми и, соответственно, сразу к родителям их приводят на свидание, как вы сказали. А дальше они уже встречаются. Также у нас есть, конечно же, ситуации, когда родители не могут приехать в родительский день, работают или находятся за городом. И в таких случаях, конечно, можно привозить детям то, что им необходимо, и оставлять на воротах. У нас есть пункт охраны, который потом мы оттуда забираем. В смысле не на воротах повесить, а передать охраннику для вещи. Да, и вожатые забирают, приносят это ребенку. Здесь правило только одно, что надо подписать, кому вы это принесли. Да, вот если родитель не может в родительский день, он предупреждает, приезжает в другой день, он может увидеть ребенка или он может только что-то передать? Он может только что-то передать. Да, в крайнем случаях, конечно, мы не звери, мы идем на встречу и приводим ребенка к воротам, но такой практики вообще мы не придерживаемся, потому что в остальные дни у нас выстроена программа таким образом, что дети заняты в мероприятиях в этот момент. Ну и за ворота мы их тоже вообще не имеем права выпускать, даже вот как говорит родитель, на минуточку можно выйти от ребенка, нельзя, к сожалению. Да, правило есть правило. Скажите, сколько смен предусмотрено в этом летнем периоде? То есть, какова продолжительность, допустим, одной смены и сколько за все лето проходит? Если мы будем говорить о загородном отдыхе, 4 смены по 21 день, ну и перерывы между сменами. А если мы говорим про лагерь с дневным пребыванием, то там 15 рабочих дней, лагерь ЛТО у нас 10 дней, ну и так, палачный лагерь 10 дней, в 4 смены также работает. Скажите, есть ли у нас лагерь, лагеря для детей с особенностями здоровья? Ну, если мы говорим про пришкольные лагеря, у нас практически в каждой школе созданы условия для того, чтобы там обучались дети с особенностями развития. Соответственно, эти условия сохраняются и если ребенок оказывается в пришкольном лагере. Если мы говорим про загородный отдых, конечно, там намного сложнее. То есть, инфраструктура лагеря, это лес, сразу мы говорим, да, она не может позволить так вот сделать все-все-все лагеря, оборудовать для отдыха ребят с особенностями. Но, в зависимости от этимологии, да, нозологии, это правильно в медицине говорится, но есть лагеря Романтик, который у нас немножко, мы так называем, красиво специализируется, потому что у него даже в сентябре месяце проходила пробная смена для ребят с ограниченными возможностями здоровья, особенная такая у нас смена, пятая смена была. Вот, и там хотя бы немножечко, скажем так, инфраструктура развита. Там есть и корпус, который переоборудован для отдых детей инвалидов, то есть там особые условия. Там санитарные комнаты, даже для колясочников, столовые, двери, то есть там предусмотрено это. Но у нас пока что нет, например, заявок на отдых детей таких вот категорий. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но констатируют просто как факт. Если говорить про отдых в пришкольных лагерях, то есть как организованы условия для детей Шекс.ОВЗ? Именно так же, как и в жизни, когда они учатся в этой школе. То есть точно так же есть пандус, если это ребенок, сложно подниматься по ступеням. Точно так же есть санитарные комнаты. Лагерь располагается, как правило, на первом этаже. То есть все игровые, все спальни, они тоже на первом этаже для того, чтобы ребенку было комфортно и не требовалось на подъемниках или на лифте добираться до верхних этажей. Питание, понимаете, тут же как... Нельзя же, это такие дети, а это такие. Они в лагере все одинаковые. Абсолютно. Что в загородном, что в дневном лагере. Поэтому вся программа рассчитана полностью, полноценно на всех ребят. Конечно, воспитатель, зная о том, что это ребенок с особенностью, конечно, он где-то сделает что-то щадящее. Или где-то подольше постоит с этим ребенком, чтобы помочь ему реализовать себя в поставленной задаче. Какие есть условия, все выполняются у нас, конечно. А как обстоят дела с кадрами? То есть, ну, должен быть в таких классах, в таких, ну, то есть, ориентированных на детишек с ОВЗ лагерях, должна быть, ну, определенная база. То есть, как подбор кадров происходит. Да, если мы говорим, опять же, про лагерь, пришкольный лагерь с дневным пребыванием, то все педагоги, которые работают с детьми с ОВЗ в школе в учебном году, они имеют определенную такую, как, квалификацию, да, того или иного уровня. И тогда, если мы понимаем, что в лагере дневном будет ребенок с ограниченными возможностями здоровья, соответственно, этого педагога обязательно берут в штат работы этого лагеря. И он уже, как тьютер, является для этого ребенка. А что касается загородного лагеря, то, конечно, там, может быть, как бы такого специального человека нет. Но зато у нас есть обычные, хорошие, полноценные педагоги, которые понимают, что ребенок особенный. И уже без всякого, чисто на уровне сердца, понимания того, что можно делать, работают с ним. Если требуется специальная какая-то помощь, конечно, тогда они говорят о том, что необходимо будет привезти кого-то, кого-то, психолога, или конкретно вообще тьютера, может быть, нужно будет привезти. Это уже задача нам, наша, помочь лагерю справиться с этой ситуацией. А вот если про загородные лагеря говорить, можно даже опять на примере вашего лагеря обсудить, как с кадрами обстоит вопрос. То есть идут ли воспитатели работать вожатыми, молодежь? Ну, вообще, у нас есть такой приоритет. Мы очень гордимся тем, что мы выращиваем себе кадры сами. Вот рядом со мной сидит Михаил Сергеевич. Нужно сказать о том, что когда-то давно, в 2016 году, Михаил Сергеевич был ребенком у меня в отряде. Это был мой любимый воспитатель. Ой, это очень мило, Миша. И, собственно, Михаил Сергеевич вырос из мальчика Миши в вожатого Михаила Сергеевича, потом воспитателя и сейчас в заместителе директора. Когда я был в Викторе Вячеславовне в отряде, я называл ее третьей мамой своей в записочке прощальной. Не могу объяснить, почему я тогда так ее называл. Я говорил, что очень ее люблю, а сейчас я тоже ее все еще очень сильно люблю. Но теперь мы коллеги. Это правда. И таких вожатых и воспитателей у нас много, кто был нашими детьми, отдыхал в нашем лагере. И мы очень их ценим, очень гордимся, что они выросли в своем педагогическом мастерстве. И вот теперь наша надежная опора, плечо. Но, конечно, есть и кадры, которые приходят к нам не из нашего лагеря, приходят проходить практику, например, и у нас им очень нравится. Или по знакомству знают, что друзья работают, тоже пойду поработаю. Поэтому, когда это вторая, третья, четвертая смена, с кадрами у нас все хорошо. Потому что в первую смену наши прекрасные кадры являются студентами, сдают сессии, кто-то работает и еще не в отпуске. И поэтому первая смена посложнее, но все еще мы наполняемся. И, наверное, не нужно жаловаться в этом смысле нам. Ну, нам помогают как раз практиканты в этом плане. Бывают практиканты, которые приезжают на одну смену, остаются на все четыре. Были у нас такие, и сейчас она с нами тоже работает, никуда не делась. Как вы думаете, чем цепляете? Что заставляет вернуться снова? Искренностью. Да, это правда. Искренностью, теплотой коллектива, вообще энергетикой. У нас, наверное, очень сильная энергетика в плане коллективного какого-то дела. И нас объединяет то, что мы не делим работу на вожатскую и воспитательскую. Мы работаем единой командой, у нас нет деления, что вот ты у нас опытный, а ты только новичок. Мы всех максимально стараемся включать в деятельность, заряжать. Ну, вот какая-то такая история. Больше про теплоту. И еще вопрос, который волнует родителей. Какова стоимость путевки? Ну, то есть за смену. Это надо, наверное, мне ответить на этот вопрос. Нет, понимаете, вот у нас стоимость путевки, я вот сразу хочу сказать, у нас там нет никакой прибыли. То есть, как бывает, люди коммерческая стоимость, то есть содержание ребенка стоит 3 копейки, а продам я ее за 10 рублей. И будет у меня прибыль. И буду я себе базу строить хорошую. Если мы будем подходить с этой позиции, то, конечно, у нас родители не потянут большую стоимость путевки. Мы стараемся как можно, как бы из года в год мы сдерживаем рост цен и стараемся сделать путевку доступной любому человеку, любому родителю, любой категории нашего города, жителей нашего города. Поэтому, если в прошлом году она стоила, например, 28 тысяч, в целом, это не путевка, это цена содержания ребенка в лагере. Сколько он покушал, сколько он всякую-всячинку потратил, это все в ребенка вложено. И поэтому, соответственно, получается, а в этом году она 30 тысяч, тоже там с маленьким хвостиком, совершенно небольшой. Но, благодаря, опять же, поддержке региона, областной программе, у нас предусмотрен для организации отдыха, для лагерей субсидия из областного бюджета. И это значит, что родители за минусом определенной суммы приобретают путевку. Ну, привожу пример. Во-первых, 30 тысяч стоит путевка. Минус, если ты бюджетник разного уровня и ребенок учится в твоем городе, в городе Твери, значит, за минусом 11 тысяч 500 приобретается путевка. Плюс еще небольшая дотация от города, для ученика города Твери. И поэтому родители получают путевку за 13,770. Вместо 30 он платит 13 тысяч. В два раза меньше. Если это не бюджетный родитель, родитель не бюджетной организации, точнее, соответственно, для него за всем, за всем, за всем, за всем 23 тысячи будет стоить путевка. Но и тот, кто приезжает иной раз все-таки из-за рубежа нашего региона, соответственно, там стоимость путевки будет 30 тысяч. А еще есть какие-то льготы для каких категорий граждан? Вот по линии управления образования нет. Но зато есть определенные преференции для родителей, для семей, которые могут быть отнесены в трудной жизненной ситуации. Они получают бесплатные путевки по линии социальной защиты и по линии Министерства демографической и семейной политики. Я хочу сказать, что в этом году как-то у нас раньше складывалось, что по линии детей в категории трудной жизненной ситуации, как правило, один лагерь принимал, лагерь «Ромашка». В этом году у нас создались условия, что в каждом лагере понемножечку есть определенное количество путевок для ребят этой категории. По 10, по 17 человек вот уже в первую смену заехали в наши лагеря. Это очень хорошо, потому что как бы вот везет лагерь «Ромашка», у него всегда есть дети. Но хотелось бы, чтобы и самое главное, что когда ребята оказываются, все-таки они в трудной жизненной ситуации по разным причинам, и они оказываются в большом коллективе, они становятся, они не чувствуют этой трудной жизненной ситуации, где-то им помогают справиться с определенными семейными какими-то внутренними, не совсем хорошими ощущениями. То есть это очень хорошая практика, но это впервые. Давайте поговорим, какие документы необходимо предоставить родителям, чтобы отправить ребенка в лагерь. Что должен с собой иметь ребенок? Стоим мы на отправке, стоят под родителей, держат в руках файлы. Куда нам это? Куда нам это? Ну не домой же вам, конечно, нести. Уберите документы в чемоданчик к ребеночку. А что это за документы? Конечно, ключевой документ это то, что мы называем, ну, что является основанием для заезда, наличие путевки. Раньше это была бумажка, цветная, красивая, у каждого лагеря своя. Теперь в век цифровизации у нас цифровая путевка. Это закодированные данные о ребенке, QR-код, который родители либо распечатывали, либо в телефончик к ребенку сканировали. Соответственно, вот это, будем говорить, путевка, неважно, как она выглядит. Дальше, конечно, медицинская справка 086У. Прямо сразу на поступление я собираюсь детей отправлять. Какая-то 079. Которая, конечно, там прописаны все-все-все прививки, все-все перенесенные ребенком заболевания. Сделан вывод о том, что ребенок может находиться в лагере. Справка от инфекциониста о том, что он не был в контакте за три дня до приезда в лагерь с инфекционными больными. Ну, соответственно, дальше классика, не дай бог понадобится, это полис медицинский, копия. И, пожалуй, наверное, вот эти все документы, которые... И свидетельство о рождении, если вдруг у родителей какая-то там другая фамилия. Ну, на всякий случай, если вдруг кто-то придет посещать, а фамилия у ребенка другая. Докажи. А уже в лагере мы с них собираем эти документы, компонуем все, как нужно. То есть все, это уже... Ведется учет, да. Да, и все равно, да, да. И про медицинскую помощь тоже очень важный вопрос, который всегда волнует родителей. Как обстоят дела? То есть есть медсотрудник? Да, в каждом лагере предусмотрено два медицинских сотрудника в смене. Это врач и медицинская сестра, которые оказывают помощь всем детям на протяжении 21 дня. И для нас это тоже восторг всегда, потому что нам везет с врачами, это правда. И они тоже к нам возвращаются. Дети очень любят врачей. Нужно им туда, не нужно. Они все туда идут, особенно младшие, очень хотят ходить в медпункт. Но для них это экскурсия определенным образом, конечно. Для нас это повод посмотреть, какие красивые врачи. Ну и, конечно, сказать им о том, что ходить в медпункт нужно только, если ты болеешь. К слову, об этом у нас даже врачам настолько нравится, что они просятся к нам в лагере, возвращаются к нам. Что родителям нужно знать, что врачи у нас выполняют еще очень важную функцию. Это работа с аллергиками, например, и с детьми, которые нуждаются в определенном уходе или в принятии каких-либо препаратов. Потому что вожатые воспитатели не могут давать таблетки детям. И, конечно, в этом случае дети всегда ходят в изолятор и получают помощь там, квалифицированную помощь. С врачами тоже в профессиональном смысле, пока мы не сталкивались с плохими отзывами, врачи всегда с заботой. Это чаще всего педиатры, которые понимают специфику работы и к детям тоже с любовью. Ну вот даже у ребенка аллергия, то есть родитель тоже, я думаю, должен об этом позаботиться и сообщить об этом. Конечно. На отправке детей у нас присутствует также врач и медицинская сестра, и родители в случае, если им необходим определенный уход, они подходят и об этом сообщают. А медицинские препараты можно ли передавать? Можно передавать, но только у врача они находятся. То есть ребенок должен их отдать сразу, либо на отправке родители сразу передают врачу подписанные медицинские препараты. То есть чтобы все было под контролем, чтобы не было такого? Да, это очень важно. Скажите, какие в нашем регионе лагеря пользуются наибольшей популярностью? Ну вот так, по статистике, так скажем. Мне очень нравятся родители, которые приходят и говорят, ну вот я первый раз, вы скажите, какой хороший лагерь? Вот просто такой, ну какой самый хороший лагерь? И я вот сразу представляю, что ответить родителю? Вот и я пытаюсь ему объяснить, вот знаете, если бы у вас было 8 детей, вы бы сказали, а какое больше любите? Старшенького, младшенького, средненького, какого? Они все любимые, они просто чуть-чуть чем-то отличаются. Атмосферностью, удаленностью, да? Если ты имеешь машину, можем предложить такой лагерь подальше. Если ты не имеешь, тогда должна быть транспортная доступность. Опять же, чем отличаются? Внутренним содержанием, кто работает, с чем работают, атмосферой, которая там существует, бытовыми условиями. Потому что если говорить, каков у вас ребеночек? У меня маленький, семилеточка, давайте в Радугу. Там кирпичные корпуса, там двухэтажечка, там все, туалеты на этаже, там все. А если это, говорит, 14 лет, давайте тогда, где у нас больше, менее сплоченный такой вот поселение, коллектив, маленькие-маленькие дачки, давайте в какой-то другой лагерь предлагаем. То есть все зависит вот от того, какой ребенок. Мы посоветуем, но мы любим все лагеря абсолютно одинаковые. А вот сказать, что какой-то там особенный в регионе есть лагерь. Вот опять мы говорим, лагерь Чайка, который в Вышнем Волочке. Он интересный лагерь, потому что там это база. База, вы, наверное, неоднократно в этой студии бывали, так же люди, которые рассказывали и про лагерь Орион, да? Вот этот вот центр развития. Например, Чайка в Осташкове, ну, Селигер. Ну, конечно, если ты хочешь посмотреть на красивые виды, конечно, ты можешь там оказаться. То есть нельзя сказать, какой в приоритете. Я частные вообще не рассматриваю, я говорю только про наши, про муниципальные. Поэтому они все, все хорошие. И важно для детей, для родителей настроиться на лагерь. Вот я всегда говорю, ой, знаете, он у меня первый раз, я даже не знаю. Я говорю ребенку, ты понимаешь, вот ты где-нибудь отдыхал в санатории в каком-нибудь, да? Вот все говорят, да, я там в Турции был. О, давай про Турцию. Понимаешь, лагерь – это не Турция, там нет аниматоров. Что ты придешь, сядешь и будешь смотреть, что сейчас вы мне нам покажете. Лагерь – это твоя жизнь. И если ты хочешь, чтобы она у тебя прошла интересно, сделай шаг навстречу предложениям. Поэтому отдых ребенка зависит от настроя родителей, от желания ребенка быть вовлеченным, и вот от таких вот педагогов и воспитателей, которые работают, которые поддержат это желание и разовьют его. Чудесно. Хотелось бы, вот сейчас у меня будет вопрос, хотелось бы услышать мнение каждого из вас. В чем романтика вот этого отдыха в лагере? Чем это классно для ребенка? Почему каждый вот ребенок должен побывать в лагере и почувствовать эту атмосферу на себе? Я думаю, что каждый ребенок должен окунуться в лето со всеми его красками. И мне кажется, вот Михаил Сергеевич говорил про то, что социализация идеально проходит в лагере, и лето идеально проходит в лагере. Вы можете даже встретить рассвет на последней отрядной ночи вместе, и это незабываемое ощущение. Бесконечные тусовки с отрядом, общение, игры, спортивные мероприятия – это все, это краски лета. И вот поэтому, наверное, каждому стоит об этом подумать. Спасибо мне, нечего говорить. Замечательно. Так, мне нужно подумать. Выспоминаю меня прошлого. Давайте тогда я. А я всегда как бы пытаюсь… А что я хочу от лета? Вот я смотрю на лето глазами организатора лета. Я хочу, чтобы все прошло хорошо, крески, пальчики держим, держим, чтобы без всякого заболевания, без чего-либо. Это моя мечта управленца. Мечта мамы, чтобы моему ребенку было в лагере комфортно. Чтобы я могла вот уйти на работу, я не думать даже, что с ним, как он там, поел он, не поел. Интересно ему, чем он занят дома пока один. Потому что он не один. И вот только вечером думаю, не позвонил, не позвонил, не позвонил. Ай-ай. А он не позвонил не потому, что он забыл, потому что ему некогда. Потому что он уже вовлечен, он занят. И поэтому он позвонит потом, потому что вот как раз-таки они напомнят. Позвоните маме. Это обязательное условие любого лагеря. Вечером все позвонили, все позвонили. Всем отбой, всем спать. А глазами, если бы ребенка… Я была ребенком в лагере, да. Я тяжело приживалась к лагерю, потому что я была мамочкина дочка, папочкина дочка такая. Я не знаю, как я вообще оказалась. Наверное, мне кажется, за компанию меня отдали в этот лагерь. И я очень исключала до тех пор, пока мне, красиво сказать, не протянули руку. Ну, как бы проще сказать, не взяли за руку. И привели к другим ребятам и сказали, возьмите Веру с собой в компанию. Вера сидела, думала, как в этой компании. А потом я уже не понимала, что я пришла в эту компанию только сейчас. Поэтому по-разному вот что тянет. Жизнь, наверное, тянет. Жизнь интересная, полноценная и радостная. И я всегда очень сержусь, когда, ну как, может быть, я не имею на это права сердиться, но когда школьные формы работы пытаются внедрить в лагерь. Лагерь не может быть тоже школой. Это другое. Это, понимаете, должно быть такое четкое отличие лагеря, но педагоги должны работать школьные. Это мое абсолютное убеждение. Потому что все принципы работы школы и образования, и настрой, ты же готовишь за лето, чтобы он не расслабился. Он же придет опять к себе в школу. Так вот пусть он придет не таким вот разветвленным, таким вот с ветром в голове, а осознанным, с чем-то, с какими-то новыми навыками, компетенциями. И я его подхвачу, и он пойдет у меня дальше по ступенечке вверх. Поэтому, конечно, лагерь это жизнь маленькая, действительно. Я так подумал, я же сам недавно был ребенком, и если в такой рубрике «Взгляд снизу» подумать, и, возможно, детей притягивает как раз работа с вожатыми, то есть с взрослыми людьми, которые делятся своим опытом, делятся своей тоже частичкой жизни даже. И я вот когда помню, то есть ты смотришь на вожатых, воспитателей, и даже мы вот, например, делаем мероприятие, допустим, даже открытие, у нас есть отряд вожатых всегда, который тоже делает представление всегда для детей, и они всегда с такими глазами влюбленными смотрят, всегда аплодируют просто по минуте, по две безостановочно. Для нас это счастье, для них тоже счастье, и, видимо, эта взаимосвязь нас и детей создает то самое притяжение для них. А еще, наверное, я со стороны наблюдая, я понимаю, в чем восприятие взрослых в лагере отличается от восприятия детьми взрослых в школе. Все-таки школа, да, такая дисциплина, это учительница строгая моя, да, которая, да, ага, садись два, ага, молодец, садись пять. То есть, и это такой небожитель, который ты даже не знаешь, может быть, даже они не кушают учителя, потому что, а это кто-то, святой человек. В лагере ты понимаешь, что они ты на равных, что, оказывается, они тоже выходят на сцену, оказывается, они тоже смеются, оказывается, они тоже живут, и, оказывается, они тоже плачут, и от радости в том числе, в первую очередь, хотелось бы. Поэтому, вот, наверное, вот это равенство, вот это единение мы называем, да, и природа позволяет, и люди позволяют, ведь наверняка вы, будучи учителем в школе, немножко по-другому себя ведете. Безусловно, безусловно, границы совсем другие. Вот если ребенку в лагере сказать, что это учитель какого предмета? История общества знания. История общества знания. И она вот вместе с ними прыгает через эту скакалку, и кто выше прыгнет, и кто на сцену лучше станцует, конечно, они, наверное, даже не поверили бы, что она работает учителем. Да. Лагерь — это дружба ребенка и взрослого, это правда. Без этого единения никуда. Замечательно. Спасибо вам большое за ваши ответы. Очень было интересно послушать. Ну что ж, наш эфир подошел к концу, и хотелось бы мне вас поблагодарить за столь исчерпывающий ответ, что рассказали об условиях, тенденциях и особенностях детского отдыха в лагерях. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова